всем привет вы на канале урал спецтранс сегодня у нас с вадимом в обзоре шахман вадим говорит говорит что мы такой объем еще не делали добрый день не просто объем не делали не на самом деле мы его не делали но сегодня у нас мы в общем то так сказать фиксируем результат фиксируем попытку и ставим точку да не я не в том плане шахмана показывать будем новые модели будут я имею ввиду по кубатуре все что можно сделать кубатуру мы реализовали исходя из того что позволяет нам разрешительной документации то бишь одобрение типа транспортного средства полная масса транспортных средств на шасси автомобилей шахман но на шасси шахман это 31 тонна то есть то что мы видим сейчас кстати это шасси 6 на 4 то что мы видим сейчас это финал по грузоподъемности это 18 кубических метров емкость и к сожалению большей емкости мы на этом шасси на шасси 6 на 4 сделать не можем это полная полная масса вот этого транспортного средства 30 30 тысяч 600 килограмм разрешено 31 тысяча то есть все больше не получится соответственно напомню что на шасси 6 на 6 который шасси более тяжелого потому что у нее есть передний ведущий мост раздачная коробка мы сделали максимальную возможный объем 17 кубов на шасси 6 на 4 вот она 18 кубов поэтому увы ях в рамках действующего одобрения типа больше емкости на шасси шахман вы поставить не можем поэтому ждем новое одобрение возможно производитель разрешит нам новом одобрение какие-то большие полные массы ну к примеру там будет будет полная масса например 35 тысяч килограмм 35 тонн соответственно поставим 20 кубов сюда и 22 и наверное и 23 куба поставим то пока к сожалению вот то что есть то есть ну и так из того что есть 6 на 4 колесная формула шасси шасси как раз те которые про которых мы много раз рассказывали поэтому особо не будем про тонкости в общем и целом кабина x3000 на пневмоподвеске двигатель vp12 мощностью 430 лошадиных сил стандартная коробка фазге синхронизированы 12 передач вперед 2 назад ну ведущие мосты у него исходя из того то 6 6 на 4 ведущие мосты задние передний мост не ведущий допустимая нагрузка да кстати допустимая нагрузка на задние мосты 16 тонн технически допустимо поэтому собственно говоря вот только на задней оси допустимая технически нагрузка пределах 32 тонн поэтому конечно то что 31 тонна полная масса это но в общем то еще есть запас как говорится есть поэтому будем надеяться что мы сможем в будущем реализовать так колесная база шасси 4575 миллиметров расстояние между задними осями 1400 миллиметров общая длина габаритная длина до транспортного средства топливозаправщика 9200 миллиметров емкость 18 кубических метров двухотсечная оборудована насосом гидро насос с гидравлической с гидравлическим приводом на коробке передач установлена коробка отбора мощности насос гидролиния проложена ну и соответственно ящику вот и у нас совмещен с ящиком совмещен он же и ящик с рт то есть все оборудование топливозаправщика у нас установлена компактно в одном ящике в базе шасси очень удобно с левой стороны водитель вышел и уже на рабочем месте так система раздачи топлива значит предназначена для имеет брс имеет возможность подключения суда напорно всасывающих рукавов рукава у нас напомню у нас их две штуки вот они у нас лежат в пеналах с обеих сторон слева справа на специальных кронштейнах вдоль борта емкости длиной 4 метра д.у. условный внутренний диаметр 75 миллиметров ну как раз позволяет пристыковка к через быстро разъемное соединение к установку системе раздачи топлива оборудование топливозаправщика предназначена специально для возможности пристыковки к действующим средствам выдачи и хранения топлива раздачи топлива поэтому при присоединении напорных напорно всасывающих рукавов можно выполнить перекачку в возможности топливозаправщика это позволяет перекачку топлива из одного резервуара в другой минуя собственную емкость либо можно закачать при помощи насоса внутрь своей емкости заполнить ее выкачать под напором либо можно использовать выдачу топлива через счетчик то есть выполнить функцию топливозаправщика с одновременным измерением объема выдаваемой жидкости то есть для чего у нас установлен счетчик gppo 40 насос насос установлен вот у нас вен 80 он у нас спрятан позади гидромотор находится у нас на валу приводит в действие насос гидролиния соответственно проложена от насоса который установлен комшасси значит фильтр у нас стоит на системе раздачи топлива на входе систему раздачи топлива стоит фильтр позволяющий очистить топливо от примесей и частиц твердых всевозможных еще один фильтр стоит у нас перед счетчиком который также позволяет профильтровать топливо и не допустить попадания посторонних частиц счетчик которые в общем-то достаточно тонкий измерительный инструмент попадание посторонних частиц у него нежелательно вредит так сказать его работоспособности так но раздачный пистолет у нас находится в кронштейне вот он у нас имеет быстроразъемное соединение два отсека два донных клапана с пневматическим управлением общий кран ну и соответственно первый второй отсек позволяет открыть при помощи к ним пневматическое управление так ручное управление нет дублирующего управление предусмотрен только пневматическое катушка катушка заземление вот она установлена освещение в ящике установлена внутренняя позволяет в ночное время в темное время суток работать ну соответственно краны шаровый экран установлены который позволяет закрывать перекрывать открывать закрывать необходимой последовательности для выполнения технологических операций для чего чтобы водитель не забыл тут у нас находится схемка которая позволяет напомнить водителю какой кран закрывать такой открывать для того чтобы необходимой операции выполнять у нас рукав уложен на подвесах вдоль борта емкости рукав длиной 8 метров внутренний диаметр до 40 вот рукав имеет быстроразъемное соединение раздаточность на обоих концах то есть с одной стороны при рукав подключается к системе qvt системе выдачи топлива и соответственно 2 2 2 конец быстроразъемное соединение подключаться к пистолету ну и собственно говоря начинается функция раздачи топлива гидравлическая жидкость находится в гидробаке за кабины установлена у нас на на драмнике установлена общая площадка гидравлический бак с запасом гидравлического гидравлической жидкости для работы системы верхней части он у нас установлен фильтр заливная горловина ну и соответственно гидравлическая система имеет вот такой вот у нас кран который имеет два положения на передней стенке ящика табличка такая в котором показано что прогрев в каком положении включение крана находится прогрев системы в котором работа насоса то есть система включается в режим прогрева это стандартное включение чтобы масло проходя по системе слегка разогрелась в течение там 10-15 минут особенно это актуально в холодное время года ну и по прошествии там 10-15 минут когда прогрев масла выполнен переключается кран в положение положение насос включается подача масла на гидромотор обеспечивается тем самым привод насоса ну и начинается раздача возможно раздача топлива через счетчик за кабиной на общей площадке это ящик для хранения всевозможных принадлежностей инструменты и прочего универсальной достаточно большой но удобность поверхности дороги подойти открыть уложить достать маркировка соответствующие на 2 таблички потому что два отсека потом будут установлены сюда таблички с кодом груза вот но табличка производителя то есть вот у нас написано что общая вместимость корпуса 18 18 кубов кубических метров ну и соответственно снаряженная масса чтобы если кому-то надо вспомнить посмотреть убедиться вот снаряженная масса максимальная масса и отсек общая вместимость указана таблички маркировка соответствующая контурная маркировка нанесена значит для хранения пеналы для хранения разручных рукавов напорно всасывающих выполнены из нержавеющей стали лесенка верхней части крепится к площадку установлена на кронштейнах специальных с левой стороны вдоль борта емкости площадка с нескользящим покрытием подъемное ограждение ну и соответственно лесенка у нас крепится к этой площадке и вторым концом нижней нижней своей частью лесенка крепится на специальном кронштейне на надрамники вот то есть крепление к емкости ну к вертикальной стенке емкости лесенка не имеет что конечно очень хорошо на задней стороне емкость у нас установлен огнетушители в пеналах ну и на площадке позади емкости установлены противооткатные пеналы ну в связи с тем что у нас достаточно такое большое развитое заднее защитное устройство в общем то с поверхности дороги очень удобно тут несколько прямо несколько площадок что подниматься одно удовольствие стандартные две горловины сближенные защитные дуги установлены экологический короб в задней части слив остатков разлитого топлива стандартно у нас оснащение верхней части установлены дыхательные клапана клапаны в каждым в каждой крышке отсека дыхательный клапан с функцией огнепреграждения согласно руководству по эксплуатации рекомендуется горловины открывать при заправке и выгрузке топлива чтобы избежать возникновения избыточного давления либо отрицательного с правой стороны в задней части установлены ящики под кашму и песок над задними ведущими мостами у нас установлены цельнометаллические крылья достаточно такая надежная прочная конструкция задний на задней части брызговиков установлена брызгозащитное покрытие который снижает возникновение брызг при движении в сырую погоду с правой стороны на на драмнике на площадке ну про которую мы уже сказали с правой стороны установлен дзк механическая дзк с поворотной косина механическая лебедка который позволяет колесо поднять опустить и поднять при необходимости замены ручка находится в комплекте zip вот вся конструкция цистерна у нас чемоданного сечения внутри установлены волнорезы для снижения колебаний жидкости во время движения цистерна установлена на ложементах приварена к ложементам ложементы свою очередь установлен на драмнике передняя опора она имеет то есть качание соосно относительно вдоль оси автомобиля на сути автомобиль и позволяет при движении по каким-то неровностям некоторое перемещение цистерны в передней части но относительно вот оси качания сбоку под установлены демпфер демпфирующие элементы из резиновой смеси которые ограничивают движение этой ограничивать перемещение цистерны ну и в общем то позволяет смягчить когда касается на драмника смягчить нагрузки ну на драмник разработан собственно конструкции замкнутого профиля драмник позволяет во первых разместить на нем все оборудование к цистерны оборудование топливозаправщика он у нас от начинается от за кабиной и до самой задней части топливозаправщика ну драмник сам по себе крепится в передней части он так называемое мягкое крепление которое обеспечивает некое перемещение возможность некого перемещения относительно рамы но в средней части полу жесткое крепление и в задней части на драмник имеет жесткое крепление приварены специальные пластины которые фиксируют на драмник с цистерной на верхних на верхней полке рамы жестко крепится ну и тем самым предотвращает достаточно мощное крепление задней части предотвращает смещение на драмника в продольном поперечном направлении так ну согласно правилам перевозки опасных грузов на крыше кабины маячки дополнительная у нас система отключения аккумуляторных батарей дополнительной кнопка в кабине под крышечкой для аварийного отключения ну и рядом с аккумуляторным ящиком у нас стоит сам выключатель аккумуляторных батарей автомобиль этот не оборудован средствами подогрева предпусковой подогреватель на нем не установлена не отопители кабины но при необходимости мы эти вещи устанавливаем но возможно из-за того что это шасси неполноприводно для возможности его помощи при оказании помощи то есть передней части он останавливает буксирная петля в какие на каких-то автомобилях она установлена как сейчас сразу на на шасси устанавливается на каких-то автомобилях на каких-то шасси она укладывается в zip и устанавливается при необходимости вот но в целом целом наверное все мы про все рассказали я поняла что точку мы не ставим увеличение емкости а так то не так продолжаем до подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии всем пока всем пока